Каждый человек хочет оставить после себя что-то хорошее, чтобы его надолго запомнили. Не исключение и выпускники Натырбовской школы номер 8. Решили они и о себе оставить память в своем родном селе. После недолгого общения между собой было решено заложить аллею выпускников. 6 апреля наша съемочная группа побывала в Натырбовском сельском поселении и смогла понаблюдать за этим процессом. Мы побеседовали с классным руководителем учеников Натальей Агриковой, которая подробно рассказала нам, как зародилась эта идея и кто принял в ней участие. Выпускники 11 класса МБУ СОЖ номер 8 решили оставить о себе память не только в школе, но и в селе. Выпускникам пришла идея, что посадить деревья. Вы сами видите, что в результате стихийных последствий в парке у нас не осталось деревьев. И они решили тем самым пополнить, украсить наш парк, омолодить новыми саженцами, тем самым оставить память о себе, о своей деятельности, как в школе, так и в деятельности села. В этом мероприятии приняли участие выпускники, то есть ученики 11 класса, родители Миритукова, Осият, Ступенка Татьяна, Хорольская Наталья и Олейникова Ирина. Именно они помогли организовать закупку саженцев в городе Армавир, помогли организовать, согласовали с администрацией сельского поселения Косицыной Натальей Владимировной. Именно указали место, где мы можем посадить наши молодые деревца. И вот вся деятельность налицо. По словам Натальи Агриковой, администрация поселения полностью поддержала это предложение. Администрация отнеслась очень положительно, потому что эту традицию еще пока никто в нашей школе не осуществлял. Получается, мы первопроходцы, как говорится. Нас, конечно, администрация поддержала и выделила спонсорскую помощь, оказала нам спонсорскую помощь в закупке саженцев. Как вы думаете, в дальнейшем другие выпускники будут продолжать? Мы надеемся, что будущие выпускники нашей школы продолжат сохранять традицию, как у нас есть и другие традиции в нашей школе. Мы надеемся, что эта традиция сохранится и будет продолжаться. О том, кто именно предложил посадить саженцы, нам поведала Альбина Меритукова. Данная идея изначально посетила мою одноклассницу, чеховскую Ольгу. И после, уже в ближайшее время, мы начали осуществлять ее. Как быстро вы смогли приступить к задуманной идее? Буквально недели две и уже одна из родительниц, она поехала в Армавир, купила саженцы сразу же и вот уже сажаем. А почему именно дерево вы решили оставить после себя? Дерево – это символ жизни, который останется с нами на века. За процессом посадки деревьев наблюдали не только учителя и родители, но и глава поселения Наталья Косицына. Наталья Вадимировна, Вы ожидали от своих выпускников такого предложения? Для меня это, конечно, было приятной новостью. Нет, не ожидала, потому что и не думала, что подростки сегодняшние, можно сказать, что сложные, на такое способны. В моем поселении, да и во многих других поселениях в этом году эта проблема стала острой. У нас появились разбитые детские площадки, разбитые пустующие домовладения. И такого доброго жеста я от них, конечно, не ожидала. Но ко мне обратились родители с таким интересным вопросом, и мы решили их в этом поддержать. Очень благодарны и родителям, и учителям, и особенно детям, что вот такая аллея в нашей парковой зоне появилась. Наша парковая зона стала проблемной в прошлом году, в августе, когда ураганом были снесены более 15 елей, и в данный момент парковая зона практически оголилась. Елки, елочные деревья очень дорогие, и сегодня в связи с этим кризисом, конечно, они нам пока не по карману. Вот родители решили посадить вот такие красивые деревья, багряники европейские, с красивым цветением, с замечательным ароматом. И в осеннее время они очень красивы своим красным ярким окрасом. Мы еще в дальнейшем продумаем сделать что-то типа вывески, стелы, и назвать эту аллею аллеей выпускников. И чтобы каждый выпуск по несколько деревьев сажал. Я думаю, что это станет доброй, хорошей традицией в нашем поселении. И когда ребята закончат школу, разлетятся, поступят, они будут приезжать сюда на выходные, и будут смотреть, как растут дети и как растут их деревья. Большое спасибо всем за это. В этот день было посажено 17 саженцев багряника европейского.